Привет, мои любимые красотки! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами будем тестировать супер новинку тональный крем от Vivienne Sabo Cabaret Premier По всей видимости, производитель вдохновился успехом туши Cabaret и решил выпустить одноименный тональный крем Сегодня мы посмотрим с вами, так ли он хорош узнаем, что вообще нам обещает производитель и как всегда, если вам интересно, то оставайтесь со мной и я желаю вам приятного просмотра Предварительно я решила немножко уложнить кожу и нанесла на лицо патчи, также от Vivienne Sabo Вот так они выглядят В принципе, мне эти патчи очень нравятся, я ими часто пользуюсь И давайте узнаем с вами, что же нам обещает производитель по поводу этого тонального крема, что он нам говорит И затем приступим к тестированию Итак, тональный крем Vivienne Sabo Cabaret Premier Это тональный крем с сценическим эффектом Средняя степень маскировки Узнаем, так ли это У меня, кстати, здесь есть что помаскировать Широкий выбор оттенков Правда, палитра довольно-таки широкая Я выбрала себе оттенок 06 Выбирала я его себе вслепую и не знаю, насколько я попала, но надеюсь, что попала С оттенком натуральный сатиновый финиш Устойчивая, суперкомфортная текстура Написано, что он также хорошо увлажняет кожу Продукт разработан и сделан во Франции Тональный крем Cabaret Premier Это первый веган-френдли тональный крем в сегменте масс-маркет Ну что, мне кажется, что суперобещание Эти патчи мне постоянно съезжают Но на самом деле, на данный момент я с ними сижу где-то минут 15 уже, наверное Поэтому их пора снимать И я надеюсь, что кожа под патчами неплохо так увлажнилась Немножко их впитаю И я думаю, что мы сегодня с вами также немножко поэкспериментируем И мы на половину лица этот тональный крем нанесем с помощью влажного спонжа А на вторую половину лица с помощью кисти И тональный крем я предлагаю вам нанести на базу от Vivienne Sabo По-моему, она у них одна Ну, по крайней мере, у меня одна Это база из серии Prima Balerine Кстати, серии разные А упаковки, как вы можете видеть, абсолютно одинаковые База у нас немножко выравнивающая и при этом сияющая У нее ужаснейший дозатор И эта база из дозатора, вы можете видеть, какими-то червячками просто выходит Нет, дальше пошло дело нормально База этой я пользовалась И она мне тоже, кстати, нравится Ну что, давайте нанесем ее на лицо Как раз-таки немножко выровняем кожу Подсветим ее База, знаете, она довольно-таки плотная И мне кажется, что она больше подходит для вечернего макияжа Ну, по крайней мере, я ей на каждый день не пользуюсь Потому что она на лице создает такую, знаете, легкую силиконовую пленочку И не очень комфортно, когда на лице есть дополнительная прослойка, дополнительная маска Поэтому эта база для меня больше вечерняя Но решила все-таки нанести родную базу от Vivienne собой И посмотреть, как они вообще будут работать вместе Ну что, приступаем с вами к тестированию самого тонального крема Как я уже сказала, у меня оттенок 0,6 Но на самом деле у производителя очень-очень много разных оттенков Вначале я увидела оттенок 0,9 Но потом подумала, куда я так разогналась Все-таки кожа у меня сейчас не загорелая И давайте посмотрим, какая это основа, что у нее за текстура Вот так выглядит тональная основа Я нанесу ее и сюда, и сюда Потому что здесь я буду набирать кистью А здесь на эту половину лица я буду носить с помощью влажного спонжика Итак, текстура Вы знаете, на самом деле я вижу, что текстура довольно-таки легкая И по первому впечатлению кажется, что в этой тональной основе Как будто бы содержится какая-то увлажняющая сыворотка Что очень прикольно Я увлажняющие тональные кремы люблю Но здесь нет солнцезащитного SPF фактора Поэтому вряд ли она подойдет на лето Или же под нее нужно носить какой-то солнцезащитный крем Давайте вначале попробуем нанести тональный крем с помощью спонжика Наносится довольно-таки тонко Но пока я вижу, что она чуть-чуть проваливается в поры Попробуем растушевать И вы знаете, у нее кроющая способность очень-очень плохая То есть здесь покрытие от легкого скорее к среднему И среднее покрытие вы получите при наслаивании тональной основы Я думаю, что кистью, возможно, ситуация будет обстоять лучше Сейчас попробуем, узнаем Но наносить ее очень приятно и очень комфортно Реально, если вам не нужна хорошая кроющая способность у тональной основы И вы любите именно такой эффект увлажнения То я думаю, что она очень вам подойдет Потому что правда, как будто бы я с тональной основой Наношу на свое лицо какую-то сыворотку И вижу, что она уже начинает фиксироваться на лице Что тоже очень приятно То есть сначала она такая подвижная довольно-таки А затем фиксируется В принципе, мне кажется, что неплохо И не так уж и тонко То есть вот где-то она красноту замаскировала Давайте попробуем ее около носа немножко наслоить Посмотрим, как она выглядит при наслаивании Также наношу ее на спонжик И здесь нанесу чуть-чуть плотнее Также чуть плотнее на щечки И вот здесь около подбородка Свезу тональную основу на шею Чтобы не было никаких границ Оттенок мне нравится С оттенком я угадала Мне кажется, прям это было идеальное попадание Растушевываем И да, она неплохо перекрывает покраснение В целом поставлю ей плюсик с той стороны Где мы нанесли с помощью спонжика На вторую половину лица Давайте попробуем ее нанести кистью Набираю И также наношу Вообще, в повседневном макияже Я чаще пользуюсь спонжиком Кистью тональный крем всегда наносится плотнее И кистью я пользуюсь только в том случае Например, для вечернего макияжа Или если же мне что-то нужно замаскировать на коже Спонжик тональную основу любую наносит Максимально тонко И мне кажется, максимально как-то естественно Нет никаких полос Никаких провалов И вначале я вам сказала, что с этой стороны Тональная основа немножко проваливается в поры Но сейчас я вижу, что это абсолютно не так Все ровно, все гладко Лицо чуть-чуть светится Но без эффекта жирной кожи Кистью она наносится похуже Определенно, потому что, видимо, я долго болтала с вами О тональной основе И она уже начала фиксироваться И мне сейчас с большим трудом приходится ее растягивать Все-таки влажным спонжиком, когда мы наносили Там, видимо, за счет того, что в спонжике остались еще капельки воды Ситуация была получше Но здесь сразу с первого слоя Все гораздо плотнее Нанесу также на лоб И попробую здесь замаскировать на лбу С помощью этой тональной основы Пятнышки постакне Распределю немножко пальчиками Кистью мне не очень удобно Нанесу поплотнее на сами пятнышки Чтобы их замаскировать Чуть-чуть дам тональному крему в этом месте усесться И затем его растушую Так, давайте растушевывать Вбивающими легкими движениями Пробую перекрыть проблемки кожи Ну что, по-моему, все перекрывается И, по-моему, вообще тональная основа смотрится довольно-таки достойно Напишите в комментариях, как вам эффект нравится или нет И пробовали ли вы эту тональную основу И также мне очень интересно Напишите, как вы относитесь к туши Кабаре Я знаю, что не все любят эту тушь Многие мне в комментариях писали под каким-то видео Что попробовали эту тушь И вообще не поняли эффект Мне интересно, как вы относитесь к этой туши Подводя итоги, могу сказать, что эта тональная основа мне нравится И я определенно ей буду пользоваться Красивая кожа, кожа сияющая И при этом, вы знаете, такое чувство, что она матирует там, где надо И опять же сияет там, где надо Она зафиксировалась, то есть она не будет отпечатываться, например, на телефоне С таким полуатласным финишем И я еще хочу нанести с вами помаду и немножко румян от Vivienne Sabo Чтобы завершить наш образ У меня помада Rouge Feminist Vivienne Sabo Она у меня в оттенке номер 02 И вы знаете, так как у меня нет румян отдельных Я эту помаду буду наносить как румяна Я, кстати, часто так делаю в своем дневном макияже Беру какую-нибудь помаду Затем беру влажный спонжик Немножко ее набираю Обязательно свожу на руку И затем наношу эту помаду как легкий румянец Смотрится очень естественно Слегка растушуем И эта помада для этих целей идеально подходит Вообще к косметике Vivienne Sabo я отношусь очень положительно Эта косметика мне нравится Я считаю, что это качественный производитель в масс-маркет Накрашу губы с помощью этой помады и вернусь к вам Помадка у меня в легком розовом оттенке И давайте подведем итоги всего вышесказанного Мы с вами тестировали сегодня именно тональную основу И я лично этой тональной основе ставлю плюс Потому что мне правда нравится, как с ней выглядит моя кожа Я считаю, что эта тональная основа довольно-таки достойная И мне кажется, что она будет стойкой По крайней мере потому, что на лице она именно фиксируется Я не чувствую ощущение маски на своем лице То есть она легла довольно-таки тонко И это классно Также мое лицо с этой тональной основой до сих пор чувствует себя увлажненным И это очень круто, что в декоративной косметике есть еще дополнительно уход И на этом все, мои красотки Обязательно напишите в комментариях, как вам эффект, который у нас получился От этой тональной основы Как вам тон Рассказывайте, знакомы ли вы с этой новинкой И хотите ли вы с ней познакомиться Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх Не забывайте подписываться на мой канал Всем отличного настроения И всем пока-пока